возвращаемся на чем это там записалось переобразовалась и виду спорт смотришь кстати видосы наверно последнее время не очень часто на самом деле принципе видосы в последнее время ну редко смотрю хотя какие-то там сидорянка смотрел выпуск у них там был последний не смотрю у них вот сегодня вышел выпуск со скачковым и короче там от выпуска к выпуску все угарнее угарнее мне короче нравится но там много лайва в том ключе что они там просто что-то болтают вот это все мне достаточно интересно то есть там последние обучающие видосы у силанте у меня смотреть скучно видосы висты спорта где кирилл скачков издевается над владимиром маркевичем вот это конечно я прям угораю получасовый видос я готовим посмотрел они именно именно играли но они не играли там по идее скачков давал мастер-класс по перекруткам но за 15 минут они по моему еще не начали перекручивать там скачков просто угорают в основном над маркевичем вот а маркевич над скачков смотреть интересно он кстати тут рассказал что у него сейчас стоит blue grip c1 и справа и слева раньше только слева стоял такие дела а я свой c1 как раз продал так что я ну хорошая накладка да у кирилла мне кажется там столько бустера что уже непонятно c какой он там ну да да там же все рассказывают что у него там какая-то супер технологии вот так короче я не сильно помню на чем мы прервались но у меня тут одна из тем была что в планах попробовать из-за инвентаря вот давай к ней перейдем у меня на самом деле где-то даже есть прямо в список вот прям у меня был без шуток я просто не знаю в каком-то блокноте вот сейчас один лежит но вряд ли в этом то есть там порядка 47 пунктов было то есть на что я хотел именно снять обзоры ну на тот момент скажем так было и время и желание дает все делать и на самом деле он планировал до развивать канал достаточно плотно потом немножко ну и с ютубом ситуация поменялась до какого-то скажем так момента но занимался там продвижением youtube каналов но клиентам не себе а так свой youtube это вот как говорю как хобби был просто поделиться мнением по поводу какого-то инвентаря но с определенного момента да ты понимаешь какого youtube как бы в россии стал не очень актуален вот на счет актуальности кстати извиняюсь перебиваю насчет актуальности там же занянка как раз перестал выпускать видосы именно после определенных событий и вот я не знаю мне кажется там просто у него я считаю я думаю что у него монетизация там неплохая была он выпускал видосы каждый день вот а раз эту монетизацию скорее всего прикрыли я не знаю можно ли там получать но по моему насколько я понимаю нет вот скорее всего с этим связано что у него сейчас видео ну по сути не выходят он после с этим связано то есть ну как бы одно дело кауте четко как мотивация ты понимаешь врачу это делаешь помимо интереса другой момент ну что да монетизации нет уже соответственно то есть либо прямая монетизация от рекламодателей вот либо реклама своих продуктов ну собственно наверно у него все на монетизацию было завязано поэтому интерес потерял да так что по что по что надо про список инвентаря я кстати я слово вставлю извиняюсь опять же я вот у меня там в ящике лежит ну не знаю ну пусть десяток может накладок которые можно пробовать там battle 2 какие-то что миссан в из короче всякого разного но у меня в какой-то момент стало что вот я например собираюсь снять видос у меня уже есть накладка я знаю куда я ее буду клеить там как снимает там плюс-минус и так далее вот но я например пробую эту накладку и вот я вообще ничего интересного про нее сказать не могу я прям очень хотел свое время попробовать там ксиом вот кстати вот это ксиом омега china guang омега-7 china guang там на нее обзор сыпачевский снимал но я ее наклеил на доску я вообще не знаю что про нее сказать ну тензор хороший но вращает неплохо я причем наверное даже все таки сниму про нее обзор но такого что вот ох какая интересная накладка буду про него снимать обзор нет а без такого как желания что ли мотивации соответственно и обзор снимать не очень хочется ну то есть ты просто не понимаешь что в этом обзоре про накладку или про доску рассказывать я поэтому какие-то обзоры хотя у меня то есть накладка есть и информации про нее в ю тубе немного не снимаю просто потому что как-то скучно то же самое с тендерами то есть да да покупал mxp за это один у меня до сих пор где-то есть ну energy и 19 было и восьмидесятая было и 64 было рассказывать нечем ну то есть они все очень похожи пожестче помедленнее побыстрее чуть-чуть по зацеписти менее зацеписти дуга пониже повыше но в целом это ну тензоры и они плюс-минус ну развитие у них линейное было да то есть какой-то момент батарфляй делала там до самые качественные вот эти тензоры и все за ними как бы стремились ну плюс-минус все они сравнялись они все похожи ну то есть тоже ровно та же самая история накладок много я причем в какой-то момент думал просто что-нибудь выпущен ну то есть не просто чтобы это было интересно просто двух словах сказать свое мнение не знаю тендер 64 условно там средний зацеп хорошая скорость относительно там средняя жесткость но это ну как бы неинтересно да но может кому-то но опять непонятно кому потому что эти накладки все давно известно другое дело китай даже там самый дешевый китай он блин весь раз ты даже чушь говорить ты можешь купить накладки инхи в одной и той же жесткости одну и ту же накладку и они будут разные даже такое может быть собственно наверное мое первое удивление как раз и заключалась у меня ну я еще тогда только начинал играть наверное где-то у меня 200 был рейтинг вот товарищ там собрал получше играл уже на 400 где-то играл собрал себе первую там дорогую ракетку джон джеки л.ц поставил националку на оранжевой губке справа и юпитер 38 слева но все это знают что хорошая накладка энерджи до возвращаясь начало видео вот что это такое ну по цене понятно националка что там 5 300 что ли стоило по тем еще деньгам это прям космос какой-то я беру эту накладку начинаю играть у меня все сваливается понять не могу что такое думаю странный какой-то парень отдал такие деньги за накладку с которым мяч сваливается вот стендер же ты не сваливается и там с юпитером да вот кстати юпитер меня у него впечатлил вот сколько я потом покупал юпитеров такие мне не попадались то есть у него юпитера через год игры цеплял и выдавал вращение больше чем чем все наверно юпитеры которые перепробу то есть не знаю чем это было связано собственно только наверно поэтому подсел на фирму инхета я прям удивился там феноменальное вращение было точно у него как раз была националка 39 справа и националка не выдавала столько вращения сколько выдавал вот этот вот юпитер вот это как раз про разброс опять же да там характеристик про то что ну китай он интересен он разный и ты вот что говорить недавно с тобой тоже обсуждали националка 39 40 41 и 42 это ну практически разные накладки да хотя это я про это видос хочу снять что там 41 и 40 это разные прям сильную накладки и более того даже немножко разный стиль игры хотя это все жестко для для жесткой атакующей игры но это ну разная немножко техника то есть разная обработка я играл уже конечно но месяц где-то назад у меня была анджин донс эдишн 42 градуса националка так я вообще перестал крутить я мяч стал больше пробивать топ с ударом таким играть и у чудо да но все влетало в стол то есть с таким треском как будто этот мяч сейчас раскололся он по дуге валился в стол без вращения вот 39 так не сделаешь 40 ну можно попробовать на самом мяч на нем сидит уже немножко не то даже в одной и той же да вот накладки аж стиль может быть у европы у европы такого нет да так вот я получается почти полгода поиграл 41 и я 40 заказал с мыслью что ну наверно почти то же самое просто ну проверю ну проверю блин проверил я поставил ее сыграл несколько раз и то есть на первой же тренировке это типа вообще другая накладка я такой ну ладно может быть привыкну действительно этом на первый ход вроде как стабильнее начал попадать но я буквально там за два-три дня игры понял что мне по сути технику сейчас надо немножко перестраивать и я такой так я не хочу технику перестраивать мне нравится уже то что я наработал 41 итоге у меня 40 ну будет лежать просто там для обзоров для сравнений для еще чего-то но а дальше играть буду 41 и 41 же наверно себе заказывать следующий так что да абсолютно согласен даже про жестко хотя вот например я юпитеры когда сравнивал там 38 от 40 отличался но не так сильно как у национального китая поэтому да сейчас вспомнил что немножко ушли от темы от основной что это не то хотел на самом деле много давай топ-3 или топ-5 ну если глобально все что прям вот хотел хотел у меня все есть прям есть или уже продал то есть если там полтора года назад купил там мог 5x и у меня вот прям все все что на самом деле он кодексе когда я купил вот мне она подходила но я изучил я к ней привык мне стало скучно я захотел 9 6 8 номерную версию номерную я не хотела меня верну я просто искал 9 6 8 получилось что удалось мне да там выхватить номерную версию но прям в идеальном состоянии вот отыграв вот это и этим основанием даже исправильно сказать боровшись поборовшись в общем год с этим основанием им играть очень тяжело я думаю что ты не дашь в этом соврать я но на самом деле не по какой-то конкретной причине с него ушел а по причине ну просто как бы немножко да подстыл физическое состояние было не очень хорошее а надо было играть вот я поставил но у меня была на тот момент джан джеки супер злц вот просто чтобы подставлять вот как раз там о чем тоже сегодня говорили просто отыграть вторым номером на подставках подставка джан джеки наверно супер одна из лучших вот и я удивился да можно и так оказывается играть и результат можно так получать и опять стал перебирать потом попробовал мизутани супер злц лонг 8s тоже давно его искал ну то есть есть вот вопрос про то что ты вот хотел ну все что наверное я прям вот хотел хотел я перепробовал потому что я понимаю что глобально уже но что-то не будет отличаться то есть злц других фирм будет похоже на злц там того же бутерфляя и мирфорсы там отдыхается они на самом деле на бутерфляйский не похоже но идея тоже ну и у других фирм плюс-минус то же самое то есть я даже если вижу какую-то доску я очень как бы тщательно изучаю именно свои да прям вот переворачиваю смотрю прям по толщине первый слой второй слой чё там за композит что там за сердце цевина и приблизительно толщина носки я уже приблизительно понимаю ну что и по задержке и по скорости тогда от нее ожидать вот понятно что а и на самом деле даже гибкость можно проверить держа ее в руках понятно что это не стопроцентная гарантия может такого вау эффекта как там раньше уже нет уже скажем ну относительно нечего хотите если так можно сказать попробовав недавно линии джу супер злц тоже классная доска здорово но это джан джики но просто как бы полегче но там версия существенно легче они в среднем на 10 грамм легче поэтому она и менее мощным то есть опять же там ничего удивительного и кстати она ну не играть опять же намного удобно просто потому что дай кисти у любителя она намного лучше будет работать именно такой там поэтому вот топ-3 вопрос хороший на самом деле у меня говорю был список там возможно какие-то редкие а но если вот прям так говорить есть 968 версия 6 это лох 5x пока вот 968 до национально но лет скажем так даже не тешу себя надеждами что я где-то когда-то и увижу то что там тысячи баксов стоит и вряд ли кто-то будет именно эту версию заказывать там покупать тем более уж если будут вряд ли она на 2 на вторичный рынок попадет ну таких сейчас из таких счет досок ну наверное вискаре год ну вот просто просто попробовать хотя мне почему-то кажется что ну опять же не сильно она там будет отличаться не знаю тоже вискаре там супер но мне так почему-то кажется хотя все кто ее там играют у меня есть там несколько знакомых которые и либо играли либо игра говорят что она быстро и контрольная супер за лц джанчики тоже быстро и контрольная поэтому по инвентарю на текущий момент прям что-то вот такого нету что прям очень хочу но наверное всего еще того что любые переборы это немножко как бы откат по результатам на текущий момент результаты на покажут вот а у тебя ну 968 там первую или вторую конечно хотелось бы попробовать но опять же там штуку баксов это стоит и я со своей то не справляюсь про те пока даже не думаю у меня получается из основных приоритетов вот я почему-то подумал я когда девять шесть девять шесть восемь первый раз взял мне больше похоже показалось на фонбо карбон и а есть же фонбо b2x которая ну по идее более толстый центральный слой а фонбо карбон показалось не сильно гибкой и я подумал что фонбо b2x будет еще чуть-чуть ближе там девятьсот шестьдесят восемь учитывая стоимость она там тысяч пять стоит вот вот и и короче хочу попробовать уже даже заказал когда-то она ко мне придет который x-версия от которого тоже там внутренний толще да и как прошла достала ну то есть надеюсь не похоже вообще но в целом хорошая доска если сравнивать ну мне прям человек дал фонбо карбон и фонбо как раз вот x фонбо x прям существенно интереснее то есть у него получается чуть наверное поменьше задержка но она при этом есть и мяч вылетает энергично действительно очень хорошая доска если даже если даже вот сравнивать то есть кто хочет условно он пятый но там не хватает бюджета да там прям отличный достал могу рекомендовать ну вот я про нее как раз понятное дело я не собирался на нее переходить играть но то есть вычленить что-то там за небольшие деньги и с очень хорошими игровыми свойствами мне например хочется то есть я пробовал вот b2 и там да действительно ну в смысле просто карбон там действительно очень большая задержка и не хватает энергии то есть ты скорость можешь выжать но такое ощущение что вот только на столе если отойдешь от стола ты там замучаешься кидать вот поэтому хотел x-версию и получается твои слова прям подтверждают то что я думаю и буду рад ее получить и попробовать вообще на самом на самом деле с досками дхс это прям отдельная такая история то есть у всех производителей есть какие-то ну плюс-минус каталоги и описание томов минус ораунд вот что мы видим у дхс все доски подписаны от плюс-плюс я как-то не обращал я даже не думал вот зайди в каталог дхс именно что на самих досках написано то есть все доски от от минуса наверно до плюс они подписаны как ов плюс-плюс недавно заказал подростку дхс classic 08 x ну это скажем так ну это не то чем хуинчао играл да но идея на самом деле это называется спинворд ультра карбон дэв только от дхс то есть там два верхних слоя прям в лимбы лист карбоновый в общем не суть это защитная доска по скорости где-то а у плюс но может максимум в минус вот но на ней написано плюс отдыхается на прям на пленке у дхс в этом плане вообще очень сложно доски выбирать потому что ты заходишь смотреть вот описание его в плюс плюс ов плюс плюс но по факту непонятно что от нее ожидать вот я думаю что может этой фирмы скажем так свой китайский подход и как раз собственно и задержка такая именно досок дхс наверно они все под жесткий китай и там вообще другие вот то есть там у тебя есть доска вот в плюс плюс ты выжить сможешь если тебя будет техника наверно наверно там такой подход ну по идее да то есть там как раз на фанбое я почувствовал что эту скорость можно выжить но тебе нужно и в этот подхлёст попасть и жесткий китай наклеить у меня там 39 стоял карик я бы туда пожестче явно наклеил вот так же хочу про 05 попробовать по тем же причинам что есть ощущение ну там ирония он рассказал что она очень хорошая и мне тоже интересно и и и прям пойду принесу и но визуально прям у меня тоже все никогда руки не доходят я просто не могу пока найти место где-то еще записать потестировать но полноценно с доской а так ожидание очень интересным то есть она потолще и там более мощный композит я думаю что прям очень интересная альтернатива даже может быть они хоремота хотя на кстати по своим точнее по форме и ручка на хоремот похоже а вот альтернатива то есть я думаю что она прям достаточно мощная будет ну аполлоне еще интересно но там просто интересно и последнее там же у баттерфляя новые накладки вышли эти глейзер или выходят вот тоже будет интересно потому что я сейчас слева наверно останусь на дигниксе и поэтому может быть ну то есть я скорее всего на дигниксе останусь но может быть буду думать там 0 9 или там 80 или все-таки может быть там тэнджи к это вот или еще что-нибудь поэтому еще про них думаю ну там рано или поздно все равно попробую только там сначала миллиард обзоров про него про них уже все равно выйдет как новая накладка баттерфляя там сто процентов вот и уже потом но это не с точки зрения что обзор хочу записать мне просто интересно что там вот что-то еще хотел блин спросить не забыл это что там дальше по списку так по списку вопрос кто из спортсменов или теннисных блогеров оказал на тебя максимальное влияние ну эту тему я уже начинал скажем так когда я начал играть в теннис но пытался хотя бы хоть какие-то советы спрашивать там у старших товарищей понятно что эти советы все были ну не все на самом деле какие-то были дельные но оценить скажем так откровенно непонятно что и там дельные советы ты сам не можешь где брать информацию ну начинаешь искать в интернете первые да вот так же как и у тебя было первые блогеры это был артем уточкин потом шиповик канал на тот момент наверное его пик популярности был потому что все вот прям в нашем кругу играли шиповик шиповик я ну там сейчас в любом случае у шиповика и у уточкина по охватам аудитории у них они наверное самые большие просто всего того что не раньше всех начали в моих кругах прям вот канал шпуика был популярен я думаю что как раз у тебя там диссонанс был почему он рассказывает я думаю как раз потому что это такая доступная простая вот знаешь информация за двора пришел зашел его там новые какие-то фишечки тебе рассказывали вот уточкины как раз с одной стороны контент точнее информация была профессиональная она настолько было разжеванный и вот очень долго одно и то же что она тяжело скажем так мне во всяком случае было тяжело слушать и третий наверное на кого я наткнулся и собственно первую очередь от него стал отталкиваться это как раз алексей силанте вот потому что информация была качественная да то есть не менее скажем так качественную чем у артема потом информация это все же было адаптировано под любителя все же надо понимать что артем тренирует нелюбителей и взращивать нелюбителей и но информация она немножко скажем так но на мой взгляд она не сегментированы там было не знаю честно говоря алексей же это как раз было четко всегда разбито да там условно вот этот вот элемент 300 плюс и там этот 700 плюс и здесь хоть какое-то у тебя как у любителя который вообще не понимает что к чему какое-то понимание появляется что оказывается не надо если ты только слева учишься играть тебе бананом принимать подачу оказывается не надо там не надо да слева не знаю там серийно какой-то топ спин пытаться делать если еще справа не научился делать тебе передвижение нет да и накат ты толком не знаешь что это такое но собственно как я сейчас тренирую я прям вот мне почему проще потому что ну я недавно этот путь прошел я прям знаю о чем люди сейчас думают и где они сейчас информацию я прям в этом плане проще поэтому наверное первое место это вот как раз алексей силанте вот я собственно и там пару тренировок съездил к нему пообщался вот посмотрел что да как ну и вот контент основной брал оттуда ну плюс сейчас вспоминаю еще источники были но номер один это вот силанте заняты не смотрел за ним к этот знаешь но для меня это контент скажем так но больше и серии но вот раз поговорить послушать просто мнение какие-то потому что но валер не в обиду сказано оно все звучит как раз четкое мнение к исполнению но всяком случае там несколько роликов я смотрел вот и насколько я слышал он там четко говорит что вот вот это вот так вот я делаю так или там вот кто-то делает так надо делать так вот я немножко такой контент ну тоже не воспринимаю потому что ну как там тренер в прошлом да и в текущем по-другому там да а по какому виду спорта ну не по спорту то есть фитнес тренером скажем так хорошо был определенный до промежуток времени поэтому отчасти тогда где-то ну мне было опять же проще потому что я ну как как тело работает понимаю проще было ну опять же головой да где-то технику понять чисто вот с точки там физиологичности до движения понять как она что и где должно работать вот поэтому заменка очень не очень интересные какие-то ролики были по поводу обсуждения вот опять стандарт формате подкастов до разговоров там с некоторыми игроками там сидоренко тоже я смотрел то есть вот в таком формате да мне там ролики допустим были интересны формате именно какого-то обучения нет вам даже не одного ролика не посмотрел то есть формате обучения вот силанте в уточки но опять же уточки все что я смотрел это вот обратная сторона медали обратная сторона игры да 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 вот вот это вот выпуск серии выпусков которую делал но мне было прям очень интересно потому что это начинаешь там реальти шоу вот да то есть ты уже не будешь играть на профессиональном уровне ездить там по россии по миру да там условно я говорю но погрузиться в атмосферу посмотреть как но это все выглядит опять для себя какие-то вещи вот это ну было там очень интересно ну собственно все я не знаю кто кто у нас еще есть настольный теннис своими силами смотрел да причем но относительно там недавно заходил то есть есть вещи интересные ну то есть он кстати даже как-то заходил там что-то критиковал на моем канале а у меня тоже заходил на что-то типа зачем инвентарь там перебираешь люди там годами пытаются одним научиться играть но не суть то есть ну некоторые темы поднимает прям очень некоторые темы он поднимал я прям такой ни хрена себе как помощи до этого дошел ну то есть прям прикольно было или какие-то видосы он выкладывает просто они там разминаются играют там чуть-чуть поднимает какую-то тему вот тоже очень прикольно там у него записи прикольные моменты прикольные еще он персонажей очень интересных подбирал он например у него был парень какой-то невысокий но с очень прикольной техникой топса справа то есть он прям качественно выполнял было приятно посмотреть ну короче у него то что выходит я стараюсь смотреть вот с его канала только смотрел с подачами то есть там да да про подач много было да 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 очень скажем так заморочено но какие-то вещи возможно даже я о них задумался потому что я определенное время вот как раз когда я сидел сейчас 8 там покупала липучки вот это все то есть именно разбирал подачу молонга я оставил себе и группу нее ставил вот ну то есть какой-то момент она у меня понятно что качество совершенно не то но я мог исполнить визуально и нас на столе я сейчас этом случае также вылетал не вылетал как у него да там определенный момент вот и потом уже увидев это видео там даст подачи молонга липта других профессионалов они плюс-минус все используют одни и те же скажем так практически приемы я уже понял что я оказывается вот это вот делаю да но я до этого там пошел немножко другим скажем так путем и да это было интересно или там про про он еще тему там поднимал что подачи малине там вихревые потоки что от этого может меняться свойство подачи но с точки зрения такой теоретической такой а начинаешь грузиться может ли такое приходишь зал там начинаешь ну что-то пробовать вот в один момент ну просто когда для разминки там делал подачу малине научился очень скажем так качественно делать она вторичное движение до после касания даже на каком-то видео у меня но на тот момент как раз было по моему про v4 v4 zlc там парень принимает подачи прям парень который которого я там тренирую он прям вот по моим подачам на игры а вот ее прям принять не может то есть она настолько у меня ну вот вторичное движение хорошо было поставлено что не видишь ты момент касания вообще но там говорю вот на видео по моему запечатлено это было инхей венос 4 zlc да если будет интересно потом посмотрим хорошо поэтому канал интересный но скажем так ну на любителя он там в какой-то момент упоролся по траверсу и там все темы начались про траверс там определенный траверс клан я в какой-то момент просто перестал понимать о чем идет речь то есть у меня есть какой-то условно но я прим очень очень примерно понимаю о чем он в какую сторону но до конца я не понимаю чем я пытался задавать вопросы что это ну то чтобы он вот просто понятным языком объяснил мне и он как-то не объяснил это понятным языком я так до конца не понял в общем что то связано с траверс кланом я уже не понимаю но видосы прикольно еще кстати на мой взгляд очень крутое реалити-шоу у этих тейбл теннис дэйли у них же там тейбл теннис дэйли тим они там в клубном чемпионате германии участвовали потом у них джуниор они между своими игроками проводятся время какие-то турниры там они свою лигу мутили вот там с точки зрения реалити-шоу понятное дело все на английском языке но можно там русские субтитры включить да и английский там они сами субтитры включают такой понятный вот я за ними с точки зрения реалити-шоу слежу но обзоры у них там ну тоже иногда можно глянуть но мне с точки зрения реалити-шоу нравится я кстати тут вот рассуждал тем же самым вопросом у меня например еще я посмотрел очень много видео и по многу раз видео с тренировками малонга понятное дело я и остальных китайцев смотрел в большом количестве их видео и тренировок и всего остального но малонга такое ощущение что больше всего причем я до какого-то момента вообще не понимал как он делает топ спин ну то есть вот он делает движение мне просто вообще непонятно как то есть я включаю кого-то другого у кого-то другого там у того же уточки на которого я смотрел до этого много-много непонятно а как делать ну почему малонга вот так летит мяч еще из такой силы мне было непонятно и только там перейдя на китай и впоследствии перейдя на национальный китай мне там плюс-минус стало понятно что он делает до какого-то момента конечно было непонятно вот но это к тому что там на кого смотрели то есть понятное дело что все смотрят на него но ты до кого-то момент вообще ну вот мне было непонятно что он вообще делает сейчас смотрю такой а ну понятно вот так он там ракетку от рук открывает настолько руку идет настолько мышцы у него работают примерно вот эти понятно занянка кстати ну про уточкина я в принципе по большей части согласен за исключением я например такой же душнила в плане типа долго что-то объяснять и мне было интересно слушать его долгие детальные объяснения но насчет сегментированности полностью согласен потому что он местами объяснял вещи которые мне как любителю на тот момент уровня вообще даже нафиг не нужны там что-то про банан или там скидку справа которую я до сих пор настолько разово применяю что она мне даже сейчас это объяснение непонятно сколько будет важно там про перекруты понятное дело что все эти моменты важные но он опять же не объясняет кому и в какой момент я по той же причине набрал там в какой-то момент еще каким инвентарем том числе том числе том числе потому что кто играет китаем и все что объясняет под европу вот половина элементов они по-другому да то есть поэтому я и не мог скажем так их использовать у нас осталось минуту надо перезапустить да давай сейчас тогда перезапустим а тема для продолжим М-м-м.